Целыми днями интернет-герой помогает нуждающимся и обездольным с помощью лайков и репостов. Однако очень часто, выйдя на улицу, они предпочитают просто пройти мимо бабушки, которая просит мелочь или продает какие-нибудь хризантемы. Сегодня мы проверим, готовы ли саратовцы помочь человеку, который просит у них просто еды. Извините, а у вас можно кусочек пищи спросить? Кусочек пиццы можно у вас спросить? Покушать будет у вас? Ребята, извините, а можно у вас покушать спросить? Просто очень хочется кушать. Спасибо. Очень хочется кушать. Да не сложно было, да, у нас областительно. Ребята, можно у вас две картофельные фресы спросить? Ну, хоть сколько-нибудь покушать. Чуть-чуть покушать, можете? Ну, положите вот сюда. Если вам не трудно. Все? Если я вам не трудно. Спасибо. У вас есть что-нибудь покушать чуть-чуть? Нет, ничего. Спасибо. Извините, а у вас нельзя попросить что-нибудь покушать? Нет? Очень нет. Спасибо. Ребята, можете угостить едой из другого города и ели вообще уже вторые сутки? Ну, покушать вам что-то? Да. Хочешь что-нибудь там? Круассан или шоколадку? Бери. Спасибо, Бабы. Спасибо большое, ребят. Берите, берите. Да я для сестры и все. Здравствуйте, извините. Вот есть что-нибудь поесть? Мы уже из другого города есть очень хотим. Два дня не ели уже. У нас не билет. Ребята, извините, можно у вас что-нибудь поесть спросить? Ну, просто из другого города мы два дня не ели и хоть что-нибудь. Хотя бы картошку там не хочет. Мы просим прощения, а у вас нет? Не найдется ничего поесть. Просто мы из другого города и уже давно не ели очень. Эксперимент показал, что люди одинаково безразличны, как к якобы бездомному, так и к паре, который просит еды и достаточно прилично выглядит. И в том и в другом случае только двое человек согласились расстаться с целой едой. Остальные отдавали объедки. Ну или просто делали вид, что не замечают.